С другой стороны, чемпионы Америки Семнадцать минут, сто семнадцать минут Тут мало героев, которые могут играть сто семнадцать минут Тут обычно есть один герой, который медуза Да, и он за сто семнадцать минут, я думаю, любых выиграет Ну ты же знаешь, это типичная девятислатовая медуза Да-да-да-да-да, я знаком с такими героями Типичная, которая почти в каждом пабе есть Ну что, начинается у нас каточка, пошли крипы Последнего сезона Жук сразу же ворует рунку инвиза Ну, понимаешь, новая мета игры Новая игра, новая мета, новые стратегии, новые герои Новое терпильство И жук, который как бы должен бегать Как бы бегать у нас не будет У нас будет не тот жук, к которому мы привыкли Это будет жук, который будет стараться замаксить Мана Берн И подбегать к медузе и говорить Нет, жук на самом деле он всегда неплох Почему он хороший? Потому что у него есть стан, который на любой стадии игры хорош У него есть Мана Берн, который улучшается с левелом вражеских героев То есть он прогрессирует с игрой И у него есть карапасы, которые точно так же прогрессируют с игрой Которые возвращают любой урон, который бы в тебя не входил То есть, опять же, много приятных моментов Ой-ой-ой, копнули ППД, стан, Симба И это ферсбат для ЕГЭ Никс-никс-никс Никс-никс-никс-никс-никс Причем, Симба ведь видел жука, который забирал инвиз прямо при нем Но, возможно, он думал, что жук отправился в мидл убивать Медузу Окей, каким образом пак с жуком могли бы убить Медузу в миде? Может, он забыл, что у него ноль армора Ноль Игорь, как выжил, он не беги Ну, нормально, хорошее начало После того, как он сделал ферсблат, это похоже на шутку Ну, такое, сегодня он уже шутил про мага, что это его последний герой Ну, и ППД, мы прекрасно знаем, что ему надо побыстрее закончить Потому что у него в 3 часа ночи автобус в аэропорт в Борисполе Он уезжает в 3 часа У него очень ранний рейс, там, в 5.15, по-моему Если он сейчас выиграет каточку, он сможет, я думаю, даже такси вызвать на эти деньги Да, 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 мы его не будем отправлять на этом Богдане, нашим дефолтном Как мы всегда делаем со всеми игроками Сколько Богдан? У нас лаз Не, как, ну, не Богдан, я имею ввиду, да, 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 ты прав, у нас лаз Вот это, знаешь На пулит, на автобус пулит за 35 лет Смотри, что происходит там с Симбой Симба мансит Симба, ах, не попадает все-таки, зай, зай, зай И сбивает ему еще и Clarity Potion На самом деле, в принципе, есть одна тоже такая непрописная истина Если человек стоит к тебе в упор, кидай импейл, куда попало, в принципе, попадешь Он на него найдет просто Да, да, да То есть, чем дальше тип, как бы, тем больше диапазон, вот, да, градусов, куда тебе надо накидывать Ну, ты знаешь, попадание новым импейлом, да, этим обновленным с полгода назад, да, импейлом Это проблема была Ты помнишь, мы комментировали первую игру Mu на Никсе, когда Я помню эту катку Он одним или двумя вообще за игру попал И чтобы вы понимали, это как бы, да, миллионер, это чемпион мира Да, это топовый игрок То есть, да, реально, причем мы тогда тоже сидели, типа, троллили, троллили, а ведь не только он так делал Там почти все игроки, которые... Не, ну, я когда первый раз в пабе зашел на Никса, вообще не понимал, что происходит Не, сейчас уже... Как этим станом попадать, да? Не, сейчас уже, в принципе, все начинают привыкать к тому, что некоторые из пылы переводят, да, на безтаргетовый каст Это и крик у квапы, который совсем недавно перевели Фаник хорошо помнит эту квапу Я тоже помню хорошо эту квапу В Таффе, как он там ездил Сам в одну сторону, импел в другую сторону Герои вообще с третьей стороны стоят Нормально были игры Биг Дэди у нас пытается как-то помогать Куру, как и в первой игре Ну, Фир левел 4, Куру левел 4 По крипстату Фир впереди, не особо сильно, но впереди На топе фармит нас С4, на нижней линии фармит Артизи В лесах фармят все остальные Пупей левел 3 Все дефолтно Дума отправили кочевать в леса Ну, Дум понял, что его сейчас и дальше будут убивать Ему на линии делать нечего И, в принципе, есть один небольшой недостаток У вот этих героев, у Никса с Вичдоктором То, что, в принципе, они не супер лесные фармилы Хотя Вичдоктор через макшиные каски Может с этой задачей справляться Я думаю, если даже они с Никсом поднатужатся Они, возможно, смогут заформить парочку хороших спаунов, крипов Заработать себе 1-2 уровня лишних Ну и вот у нас появляются сейчас очередные рунки Мы видим, там на топе ребята руны забирают Внизу все забирают В общем, следят за рунами Не забывают про этот момент А Фир продолжает обузить бот Фиру руны не нужны Да Фир себя и так прекрасно чувствует Зачем ему это надо? Ой-ой-ой! Универсат закрывает! Проблема у него! ТП-аут! Ииии! Хо-хо-хо! А в это время в миде нападают на Куру И он ТП-аут не делает Его просто втроем забирают Вот я сказал 30 секунд назад Про то, что герои могут пойти Пофармить в лес Но они не слишком хорошо для этого подходят И они, видимо, согласны С таким утверждением Именно поэтому ППД качает Маледикт Да-да-да-да-да А не хилочку Да-да! Ну и посмотрим, как дальше будут действовать Эти два саппорта Потому что, понятное дело, их услуги нужны На каждой из линий Да, и причем вот Дум такой посмотрел, что ребята вроде бы пошли других убивать, возвращается на линию, а они уже здесь. Да ё-моё, да что вообще делать, да, что ж вы за люди-то такие. Так, и у нас в меди, посмотри, Фера пытается забрать там Биг Дэдди, нет, не получится забрать Фера, хотя задумочка от котла, но слишком мало здоровья спросит. Он еще не полностью накрутил, да, там такое. Кстати, Заю дают на нижней линии сейчас получать экспул. Я вот этот момент впервые на профессиональной дота-сцене заметил когда-то у команды, которая называлась Кьюпатред Пандас даже. А, Кьюпатред Пандас с Синг-Сингом? Да, Синг-Синг играл. Но на этот раз никуда не уйдет Юниверс, есть у нас Праймал Сплит и это первый фраг Секретов. Да, так вот, и они постоянно, они брали Нюкса, причем отправляли его в Изи Лейн с самого начала игры. Да, Богомама там играл, нет? Ну, я не понял, может быть, да. И, в принципе, он там стоял себе спокойно 5-6-7 минут, выфармливал себе опять шестой уровень Арканы там и ходил, убивал людей. Ой-ой-ой, ППД, ППД включает Хиллман, у него первого левела не хватит, Вудор Ресторейшна пропагает. Вот это ненужные смерти, совсем ненужные смерти. Симба, Симба, снизу пришел, собака-барабака, Артур цап, цап, и есть первый фраг для Артура. И есть Тайтхантер, который только-только получил шестой уровень, а это плохой знак. 5 фрагов за 6 минут, что происходит? Дотка? Тули игру мы смотрим. Отлично, отлично. Все, вроде в то лобби зашли. Я думаю, вроде те пацаны, ну, может, правда, фейки. Может быть, может быть. Ой-ой-ой, что это за ТП такое сюда выложили? Вот, вот, вот. И тут Импейл намекнул на то, что нежелательное. Не, ну, вовремя, конечно, отменил Симба, потому что если бы он сюда сейчас прилетел и получил Импейл в лицо, это было бы ГГББ. И вторая смерть, третья, извините, смерть, конечно же, для него. Папи. Папи задувает. Привет, Карапасе поздно. Слишком поздно. Ну, не успеваешь ты прожать Карапаса в такой момент, когда из лесу в упор в тебя залетает Эллюминейт. И мы видим, проседает Зай, вынужден немножко отойти, Регена у него нет, но он уже нафармил себе на Аркан Буци. Следовательно, теперь и он, и Тайд, и Ликан будут себя на этой линии чувствовать веренно. Но Тайд по команду особо и не тратил, потому что экшена никакого у нас не было на линии. И пак в миде. Вот он, он стоит, почти восьмого уровня. Что там у Куру, кстати? Мы совсем забыли про этого товарища. Куру, одна смерть и 22 крипа. 22 крипа. Ужасный крипстат просто. Его гоняли, ему маны лишают постоянно и так далее. У меня вопрос. Если теоретически игра затянется где-то до 50-й минуты и команда ЕГЭ захочет зайти на хайграунд, как они это будут делать? В смысле? Не, они райт кликом заходят. У них прыгает пак с Тайдом, а дальше заходит собака. Медуза, Котл. В Медузу залетает два моноберна, Медуза ничего и не делает. Ну, типа, либо же просто одним моноберном забивает линку. Там кулдаун всего 4 секунды на моноберне, на четвертом уровне прокачки. Ну да. Ой-ой. Ноутейл. Поймали. Станчик и минус ноутейл. В общем, малейшее желание отбивает подходить в таких ситуациях ЕГЭ к себе. Хотя вот сейчас к ним подходят. И тут у нас уже Кура. Ну и что, С4 не решился. Пытается сделать типа аут. Юниверс С4 туда-назад просто бегает и не знает, что делать. Разводит сейчас его. И в итоге ничего не делает С4. Хотя хотя бы мог вот этого убивать пацана. Которого? А вот этого, который уходит. Ну, да, возможно. Но побоялся. Побоялся Густав. Не стали рисковать. Ну и пока Фира еще можно убивать. Его нужно убивать, пока у него нет даггера. Пока у него нет триллиарда скейпов. Нужно с ним что-то делать. Биг Дэди. Биг Дэди. Биг Дэди. Станчик. Тут С4 уже пытается ловить Фира. Фир, Клэп, неточный. Не достает. Не достает и Фир уходит. Причем у Фира еще Дрим Койл есть. Он сам поймать может этих ребят. Проблема в том, что реведжа нет. И не под кого ловить. Есть ультимейт. Артур тоже есть ультимейт. Артур сейчас просто убежит. Ветров не будет. Есть будут ветра. Там, что время драка на две части разделилась. И все. А тут на Зай в Виндете. И он как бы намекает. Ребят, может вы отойдетесь под моей вышки? Нет у вас никакого желания? Фир-то погиб, кстати. А Зай не знает, что ему делать. А теперь знает. Да ладно! Шейкер, Стан и Зай! И Юниверс идет боковатом. Моноберн не хватает. Дэмэджа с Моноберна. И Тайт Хантер не догонит, естественно. Такой отчаянный Энкор Смэш. А вдруг достану? А вдруг Дота опять поможет мне, как иногда тычки у Найкса с Рэджом 950 залетать? Тут теперь немножко... В принципе, Зай Фиру там ничем, наверное, не помогал. Потому что его убивали там Брюмастеры, а... Фиру бы помогал хайграунд вот этот вот. Вот сюда запрыгиваешь и все. Ну, типа того. Но Фир дрался. Фир дрался. Лев. Да, как Лев. Били Артизи. Артизи-то убегал в любом случае. Несмотря на два дизейбла, он все равно уйдет. Это же собака. У него огромный мувспид. И пробуй его убей. Но Фир подставился. У Брюмастера причем нету сейчас цели. Да и в дальнейшем, скорее всего, не будет цели убивать именно Ликантропа. Будет цель не давать ему убивать своих пацанов. В то время как Медуза там будет настреливать. Пока там, например, пес будет летать в ветрах. Поэтому для Артизи БКБ тут на самом деле является приоритетным артефактом. В любом случае. Даже пусть он будет дум ловить в форме. Но он хотя бы в ветрах летать не будет. Что, продолжаем и наблюдать. Десять минут этой игрой прошло. Наверное, стоит глянуть на графики. Ну, можно было и не сотреть. Все понятно? Ничего не понятно. Понятно все, что ничего не понятно. Вот так. Дело ясное, что дело темное? Опа. Что именно опа? А, там, да, там опа. Паливо. Давно пора было сваливать. Отличный трек. Да, да. Так, тут Зай нашел Пупея. Пупей нашел Зая. Друг друга испугались, разбежались, а Юниверс зафармил стаки. Разводит, разводит на кропасы. Ой-ой-ой, как больно. Ну, понятно, что больно. Это же Жук, он же дохленький. Ну, реально больно. Так, ну, вот, вот, типа, помахал он фиссуркой. Неужели Зай думал, что вот так легко купится No Tail? Не, ну, я бы дал Стан. Не, так в том-то и дело, что и один понимает, что он может мансить, и второй понимает, что он может мансить. Просто бывают такие ситуации, когда Шейкер вынужден давать фиссуру, когда у него нет другого выхода, и либо там его тиммейт умирает, либо он умирает, и вот прям надо сейвиться. Ну, и тогда ты реально нажимаешь. А в любом другом случае, ну, такое себе. Что непонятно, кто видит волками здесь Артур. Ну, кстати, Сикрет забирает Тауэр снизу, и что-то, вот, наконец, начинает мешать. Есть телепорт от Тайда. Тайд будет прыгать сразу. Тайд. А, нет, у него нечем прыгать. У него нечем прыгать. Есть ультимейт. Тайда поджигает в секунде. Тайд здесь погибает точно, моментально. Тауэр забирает по дороге. Тайда цепанули. Тут будет пытаться еще поймать Артура. Артур, Артур в леса, Артур в леса. Прятаться, ППД. Нашли. Поднимает Вич-доктора, но Вич-доктора добирать дальше нечем. Там уже ничего не осталось. Нет больше стана. Вот залетает висурка, прыгает сюда. Брю, Брю разложился. Уйдюй, ты смарт. Ай. Брю просто погибает. Кстати, там у ПП тоже могут быть проблемы. За ним пошел пес. Там также ниже чуть-чуть за шейкером отправился Фир. И у шейкера тоже. У шейкера тупо нечем уходить. У него нет телепорта. Он просто пешочком уходит. Вот это безнадежная фиссура. И, собственно, это еще один фраг. Минус 3 от Evil Geniuses. Забрали тайда. Пошли куда-то дальше. Зачем? Кто дал команду? И этого, и этого тоже. И этого тоже. Из-за вот этого, вот этого тоже поплатили сейчас секрет тремя смертями. 8-4. Где впереди? Отличные фраги делают в первую очередь Артизи, которому не помешал, конечно, этот фраг. И Асид зарабатывает он левел. Купей никаких шансов уйти. Слушай, там С4 злой. Он нападает на Вич-Доктора, дает крит, фиссуру, тычку. И а что дальше? А у него-то нету прайма сплита, надо быть осторожным. А у Пака тоже нечем ловить. Он ведь не так давно Dream Coil давал. Да, ну куда? Он-то малюсенький. Да, малюсенький. Не спорю. А Пака скоро будет Блинк Даггер. Ну и вот он Юниверс, который в последнем игровом эпизоде не потратил реведж. Потому что на нем висел Doom. Doom. И, надеюсь, Секреты этот момент не забыли. Ну, не должны. Что там Куру? А ничего нового у Куру. Куру на четвертом месте по Нетворцу. У него 0.2.1. И вообще ничего нового. Нетворство у него в принципе неплохое. Но мы-то знаем, что Медуза, она слишком много артефактов должна собрать. Для того, чтобы хоть какой-то минимальный... Ой, хорошо, хорошо, тот Фир вовремя очень заныкался. От двоих, скажем так, от Эвейдил все, что можно было от Эвейдить. Ну, и ушел. Появляются первые хмеженцы. Вот еще и Некра. Они же будут тоже грызть Медузу. Это тоже минус мана. Это все очень... И причем Некра будет бежать 650 и делать пью-пью-пью-пью-пью под хаулями под всем остальным. Это будет очень больно. Это будет больно. Артизи... Ой, Артизи, извините. Юниверса накрыли. Юниверс, TP-аут. И отлично. Да. Легко и просто. Вот так вот обычно это делается. Да. И будет... Обычный игровой момент. В том... Где, кстати, вот этот товарищ, который вроде бы взял нормального активного саппорта? В Juke. Да, но в принципе у Juke с Ассасина все нормально. У него хороший левел. Купей. И купей. С лоу граунда отлично. Зачем здесь эта лошадь? Я не понимаю. Не знаю. Я тоже не понимаю. Что делает этот герой? Нет, в лейте этот герой делает блайнд. Класс. Не, ну на куре класс. И все. Хорошо. Допустим, он сделал блайнд. Что дальше? Ну и типа блайнди все. Нет, у него больше пользы, как по мне, это вот за счет всяких реколов, да-да-да. Вот эта всякая фигня, которая помогает на карте наводить дикий шорох. Да, там монолик, кстати, тоже, как по мне, немного недооцененное заклинание, но оно не настолько там, не знаю, имбовое. Хотя все равно не приятно. Ну ты понимаешь, бросил вот на этого пацана его 650 мувспида, а он сделал один райт-клик и все. И не может нажать хауль, который у него в кулдауне, потому что он в начале драки нажал. Ну. Ну как бы, я вот к чему веду. Но он же станется. Станется? Это плюс. Это плюс. Это я не спорю. Да, ибо станов у секрет сколько, правильно, мало. То есть один. Ну чего мало у них шейкер, у него три стана целых. Нет, мы считаем только тот, который он даст. Хорошо. Ну ладно, окей, фиссуринка. И то так, с натяжечкой. Нет, у них есть бремастер, который должен пса поднимать и крутить. Вот это до первого подобного случая. Подобные вещи. Потому что Артизи сейчас думает, что он типа лютый боец и будет драться, но взыкаю вероятность того, что этого не произойдет. Боец бакы. Юниверс. Юниверс. Больно. Нельзя ультить, ибо нет смысла. Да ладно. Ой, а вот сейчас, кстати, ему бремастер, кажется, дарит смысл. И можно убивать Биг Дэди. Можно убивать Биг Дэди, если успеет, он не успеет. Не успеет. Оооо, Биг Дэди! Дали ультануть и не знает, кого станет. Решил станеть ППД. А там тем временем Дума убили. И сейчас Пупея могут убить. Фалки! Фир заходит. У Фира есть Дрим Койл. Вот он. Пупей. Пупей потрачено. Кура пытается сделать тэп аут. Тоже потрачено. Кура тоже, видимо, потрачено. Вот друг стоит. Там Пес стоит. Ай, хорошо играет. Ноутейл. Но у Фира оказался дайгер неожиданно на паке. Но Кура бежать. Маны нет, но бежать. Здесь С4. Там Волки. Будет замедление какое-то. А там Пес идет. У него на замедление это в принципе плевать. И он и съедает Куроки. И это минус. Что это летит? Это летит у нас Дум, который что может сделать? Посмотреть на тебя. И Мидасом помахать. И сказать Just Say Pies. И все. Да, да, да. 3-2. Драка выиграно. Смотрим Fight Recap. 1500 голды ЕГЭ зарабатывает. И 2000 экспы. Правда здесь не учитывались первые фраги. Поэтому это фиговый Fight Recap. Да, тут вот нам подсказывают, что Котел будет заливать Ману, Дузе. Да, это отчасти верно. Но, блин, это же Никс. У него 4 секунды КДшечка. Котел не сможет так много заливать. Да, если речь будет заходить вообще о каком-то там... Кудауну Чакры сколько? 16. Супер лейте вообще, ну не знаю, разном всяком. Вот даже если просто посчитать, у Мидус там сколько? Сейчас уже полтос. То есть Никс, она в Маноберна, сейчас уже выжигает примерно 250. И это сейчас прям. Да, у него уже в 4 Маноберна. Ну, вот сейчас будет в 4, да. И действительно, Дузе будет... Ну, и это он Шварк, Шварк, Шварк. 24 секунды, да. А маны у Мидузы в сумме будет, ну пусть 700, да? Ну пусть 800 там после лейтвы. Да, раз, конечно же, Папе сможет залить маны. Это действительно принесется и пользует. Тут никто не спорит. Привет, лошадь, говорят Пупею. И еще помашут Пупею, наверное, сейчас ручками. Хотя, ну тут пак. Слушай, тут уже хелпа. Пупей погибает. Медуза одна. Есть Dreamcoil. Куроки поднимает ветра. И вот, вот она, гапша, которая сгрызает ману. Куроки минус. Зайки лингспри. Юниверс пытается жить. Шекер толстан. Хорошая фиссура, кстати, от ЕСа. Юниверс до сих пор еще ни одного реведжа, наверное, в игре не дал. Он так с ним и бегает. Там у Зая могут быть проблемы. Зайка рапассирует. И выбегает пес из лесу. Неожиданно съедает Дума. Пошел байбэк от Шекера. Ну неужели посыпали секреты? Минус 4, да. Это надо сбивать. Да. И 5 нужно забирать. Ну минус 4 и байбэк. Там минус 3. Но тут же нету сейчас ультимейта у Артизи. Надо быть им очень осторожным. Есть еще одно ТП. У него же нету никаких там Аэгисов и так далее. Ну и что? А Пупей прилетел. Но этот помощник тот еще. Так. Тут нападают дальше на Артизи. Сейчас будет встан. Куда они? Вот он монолик. И да. Слишком много всего вливает в Артура. Это 446 золота. Ну и сейчас интересно посмотреть. Вот именно с экономической точки зрения. По поводу Fight Recup. Ну и Fight Recup как... Ну ужасный опять Fight Recup. Показывает только смерти ЕГЭ. Зато показывает, что за убийство Артура 3296 экспы заработал из Сикрет. Ну это много. Это очень много. Это прям вообще. Но вопрос с героями ЕГЭ остается открытым. Потому что драться с ними тяжело. Это еще, учитывая то, что Тайт Кантер реально... Ты видел от него Рэвиш вообще хоть один? Нет, он не давал еще. Он получал 6 раз стан, 5 раз Doom. Да. Любой замес начинается с того, что Юниверс бегает в Doom. Но рано или поздно надо будет сайленсить Артизи. Как ни крути. Нет, просто суть в том, что... Даже не в Артизи. Суть в том, что у Юниверса просто еще Даггера нет. Так бы он влетел, дал Рэвидж. А он постоянно заходит пешком и его встречает Doom. Артур собрал уже третью книжку. Уже зай купил Даггера о Юниверс. Только сейчас. Ну смотри, получается что? Получается сейчас вот с этой минуты инициация просто в триллион раз усиливается у ЕГЭ. Медузе еще надо где-то 60 минут. Всего лишь. Шансы есть. Да, да. Где-то приблизительно. Может 65. Я не уверен. 0-4 у Куроки с такими темпами. Ну да, 65. С4 нашли. Минус мана. Рэвидж и еще каски. И Дезвард на Верочку. Что он здесь делал? Но Тейл тоже отправляется в таверну. Ну сплитпушили, ребята, видимо. Да сплитпушились, пацаны. ЕГЭ. Отличные два фрага. И у ЕГЭ открыт путь. Сами знаете куда. Сами знаете зачем. Дум у нас тем временем купил свой стандартный Мидас. Так как это было у нас и на третьей карте Гранд Финала. И будет пытаться что-то с этим Мидасом заработать. Мы сами понимаем, что это должно быть. Если он опять соберет Аганим, это будет, наверное, все-таки ошибка. Это должен быть, наверное, все-таки рефрешер. Но тогда нужна будет мана. Где взять ману? Непонятно. Рошанчик в кармане у Evil Geniuses. Good. 30 фрагов за 20 минут. Больше, чем за предыдущих 4 карты Гранд Финала. 200 взятые, да. Ну и получается что? Получается, вот смотри, вот эти графики ты открываешь и понимаешь, насколько же Dota офигенная нынче. Серьезно? Да, вот прям, ну, офигенная в кавычках я имею ввиду. Старовенных таких. Да, но 2000 голды преимущество у ЕГЭ, это как-то действительно смешно. То есть они бьют ногами налево, направо, всех подряд, как хотят. Вот, вот просто по-черному. Но 2000 золота. Та-та-та-там. Ну уже 2500. Ну это как кардиоли. Зато и XP 7000. Это очень важно. Это важно для пары героев. Это не 22й level, а 21й кто-то. Ну поймали тут Зай-Зай-Зая, подожгли его. Станпак постоял ультимейт. У Пака ветра и Зай-Зай-Зай отправляется в таверну. Хорошо. Убили Зай-Зай-Зая, потратив на него Doom. Дальше что? Дальше у Тайда будет реведж. 1100 и XP отработали уже. И 900 голды, кстати, на этом. То есть уже не 2500, а 1400 голды и разница. Не, ну я просто, не знаю, у меня занимательная математика. Слушай, а пока Зая-то нету, Пак прыгает, дает сайленс на С4, С4 говорит, ок, я отойду. Пак пугает людей. В принципе, нормальными вещами занят. Смотри, собака побежала. А собака просто съест вышку. Ему-то что? Ну вышка пока не бьется. И собаке надо быть осторожной. Ну у шейкера, как мы знаем, нечем врываться, поэтому вышка падает без проблем. У шейкера нет прокаста. Да, у шейкера нет прокаста, все верно. Ну а Куру уже начал тройными стрелами стрелять. Да, у Куру, кстати, тоже неплохой. И да, Нетворс у него, естественно, хромает. Очень сильно хромает. И ЕГЭ нужно этим пользоваться. ЕГЭ нужно пользоваться тем, что у них сейчас очень сильный вот этот моноберн потенциал. То, что Медузу они сейчас вообще не ощущают. Он сейчас соберет манто, потом будет собирать линку, я надеюсь, или нет? Или как? Или что? Блин, вот линка тоже очень интересный такой артефайл. Вот ноутейлу бы собрать ее. Ну ты лбдаггер хотя бы купил. Ну подожди, 62 минуты. Ладно, ладно. Я забыл, что у нас по плану идет 62 минуты еще. Да, то есть на 87 игра закончится. Хорошо. То есть ровно через час. Время пошло. Да, но я сразу всем скажу нашим зрителям, что розыграж всех призов, которые у нас будут за фанбет и так далее, и так далее, будет после церемонии награждения всех команд. Ой, тут Фира поймали. Ой, да ладно, не поймали. Фир, скорость кошки, реакция мангуста. Бежать, бежать, бежать. И убежал. И убежал. Ты смотри. Я думал он... Что он? Кто он? Слушай, что делает? Так, у него все правильно. Слушай. Какой-нибудь жесткий. Там нападают просто на Брю, Брю ловят и Дум не успел кинуть на Юниверса Дум. Юниверс дает реведж. Это минус 2 моментальных. И бежать Думу отсюда надо. Да, и это еще минус вышка. Фир, unstoppable. Вот так вот Фира не убили. Фир остался, Фир никуда не убегал. Он понимал, что сейчас его тиммейты подтянутся и можно будет очень круто подраться. Артизи забирает тавры сразу же на Т2. Побежала собака-барабака, потому что никто ее не может остановить. Так, а что ее там могут сделать? Ну вот лошадь можно убить. Иллюминейтом, например, в него. Только говоришь, погоди, не двигайся. Сейчас. Я дам Иллюминейт. Сек. Как в Мортал Комбате. Не сек, а 4, я накручиваю. Да, да. Как в Мортал Комбате. Погоди, не бей, я сейчас кое-что попробую. Да, да, да. XCB, XCB, XA, B, Z, C, C и так далее. Котоль приобретает себе, мы видим, гем, который он скоро даст. И два Тавера в придачу к двум фрагам зарабатывает сейчас Evil Geniuses. Да, ну и теперь преимущество, по идее, должно. Вот, наконец-то мы видим отклонение больше, чем на 2000 золота. Да, это свершилось. Ну и по XPA приблизительно те же яйца, только в профиль. Так, ну и что мы видим? Мы видим то, что Жук, который был взят, в принципе, хорошо заезжает. У него один из лучших нетворсов, я более скажу. Ну, я говорю про даже оффлейнера Тайтхантера. Вот в чем дело. Он уже скоро догонит оффлейнера Тайтхантера. Ну, Жук неплох. Вот, кстати, там появляется ПКБ, вот думает, довольно неплохо. Ну и мы вообще не видели Медузу в игре. Мы видели только, как она четыре раза мёрла. Всё. Пока, ну мы понимаем, да, что Медуза это герой, которому надо ещё и ещё. 60 минут. И потом чуть-чуть ещё. То есть нафармить 6 слотов и ещё чуть-чуть. Ещё чуть-чуть. Без ещё чуть-чуть, вот просто 6 слотов, это слишком мало. Нет, надо именно ещё чуть-чуть. Тогда всё будет хорошо. Ну и единственный шанс Сикертов, наверное, на победу в этом матче, это действительно затянуть минуты до 60-х. Как-то. Да, ну а ЕГЭ могут при всём своём мощном потенциале, не побоюсь этого слова, пойти и закончить игру минут за 10, на самом деле. Главное сейчас действовать чётко по кулдауну своих там ревейджей, шип-шифтов и прочих прелестей. Да, у нас 26-ая минута игры идёт, 20-12. У ЕГЭ преимущество мы видим около 7 тысяч денег и 7 с половиной тысяч экспириенса. То есть оно есть и оно неплохое. Да, но осталось ещё 2-2 Таура у Сикретов и остался ещё, ну, типа Рошан, который когда-то там появится. То есть пока вы будете убивать Твра, отспаунится Рошан, идёте на Рошана, забираете Аигис, идёте заканчиваете катку. В принципе, расклад должен быть примерно такой. План Капкан. Вот Пупей нарисовал сейчас план на миникарте, и, конечно, всё зависит именно от Симбы. И только от него, потому что очень многое будет решать именно правильная игра Дума. Если Дум не сделает ошибку, всё будет ок. Но вот не получается ничего у Сикрет. Ничегошеньки. И что же тут сделаешь? Когда не можешь сделать ничегошеньки, обычно набиваешь. Всех отрезали, Шекер, 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 Шекер запрятался. Там Никс в это время зарезал Пупея почти. Шекер Зая тут пытается пока убить. И, кстати, Зая-то убьют. Зая действительно убьют, но минус Дум. И минус Пак. Слушай, а выигрывают-то драку ребята из команды? А нет. Ты рано начал говорить про выигрывают драку, потому что на Юниверсе висел Дум, но Дум закончился. И мог сейчас закончиться С4. К его великому счастью он успел сделать блинкаут, а вот Пупей без блинка. У него проблемы. Но тут не это формы, и он просто выиграл. Да, 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 да. Все-таки плюс отстал. Два в два. Драка, хорошая драка. Плюс для Секретов. Но они потеряли более слабых героев, забрали более сильных, естественно. Но они проигрывают. Мы с вами прекрасно понимаем. И за эту драку они выиграют полторы тысячи голды и две с половиной тысячи экспы, и Шекер зарабатывает себе, блин. Это самый важный момент. Вот без преувеличения. Но не был потрачен рэвидж. Да, кстати. Опять? Да, да, да. Брю, мастер засловил тут Артизи. Куроки опять-таки не убили. Куроки приобрел. Я думал, он делает манту. Он сделал линку и сейчас только делает. Или сейчас он ничего не делает. Сейчас он просто стоит. Как, собственно, и предыдущих 27 минут и 59 секунд. Ну, получается так. Вообще линкен сфера штукенция будет полезная. Но вот насколько сильно она ему поможет. Потому что тут сбивать линку... Я даже не знаю, будет ли смысл сбивать линку. Вообще, Паку... Ну, он переживет на что-то там одно, переживет, скажем так. Или один моноберн, или что-то. Ну, точечку, касочку. Касочку. И это будет круто. Кстати, я вот не помню. Какого-то спела меняли воздействие с линкен сферой. То ли у импела Никса, что он теперь не сбивается, ну, типа пробивает линку, то ли у фиссуры, я не помню точно. Но какой-то такой АОЕ-шный спел. 82 очень много спелом поменяли взаимодействие с линкой. Ну, по сути, подожди, какие АОЕ-спелы сбивают линку? Ну, грубо говоря. Ну, вот как раз всякие вот эти импелы-фиссуры, они там периодически как-то косо-криво, но сбиваются. Ну, нет, подожди, фиссура разве сбивает? А там она как-то по-дебильному работает. Вот, и я же говорю. И ПЛ типа так же? Понимаешь, мы сегодня сидели и обсуждали, вот Дезвард и, например, ульт Банши. Не-не-не, не про типы демеджа. Вот смотри, Дезвард и ульт Банши. У обоих физушечка, правильно? Дезвардом можно промахнуться, а Баншой нет. Вальва. Причем там вроде бы отдельные спириты, у которых у каждого отдельный урон. И они типа тебя бьют, но промахнуться не могут. А Дезвард один тебя бьет и может промахнуться. Что за фигня? Не знаю, не знаю. Тут Кроки, кстати, вызвал все свое, что можно было вызвать. И, возможно, даже начнется драковать. Сейчас очень ошибочная позиция у Куру. Он вместе с своей командой сейчас стягивается. И был опасный момент сейчас для Сикрета. Но вот вызвал ли Контроп все, что можно, и юзнул форму и знает об этом Сикрета. А вот здесь осталось меньше, чем минут. И неужели Сикрет впервые за пять карт гранд-финала попытаются завязать драку за Рошана. Но они за сторону Дайр играют. Им это прям сам Бог велел. Ну, как бы и да, и, наверное, все-таки нет. Потому что сейчас уже, я думаю, Юниверс будет действовать чуть-чуть более осторожно. И будет стараться держаться как-то в сторонке. Для того, чтобы не отхватить просто дум в лицо. Ну, я опять-таки, Сикреты сейчас без Кура 4 в 1 играют. И это, конечно, опять очень плохо для них. Ну, хотя, возможно, тем самым, что Кура в миде дают и не понять, что они нигде сейчас никого не ищут. Ну, какая разница? Все равно ничего не произошло. Да, пока ничего интересного не происходит. Мы видим, что продолжают. А вот у Доктора происходит в инвентаре много чего интересного. Да, я уже наблюдал этот момент. И давай поглядим теперь, что можно, в принципе, сделать с ВД. С ВД может попытаться пообщаться Брюмастер. У него есть чем общаться. И Шейкер, все. И Шейкер. Не, ну, у Дума тоже, в принципе, есть. У него и ЛВЛ ДС, есть и Дум. Но Дум будет, наверное, на Тайд дотратить. Хотя, ладно, короче, слишком много. Кстати, Фир у нас не собирает Агоним. Он собирает пока нужную вещь, но Агоним тут реально тоже пригодится. Очень пригодится, как по мне. Она ему уже летит, летит уже Хексюля Думу. Ой, Думу, Фиру, извините. И следующий должен быть Агоним. Потому что нужен фиксатор. Фиксатор пока что есть. И пока там БКБ нет обильных, возможно, именно с этим связано вот такой именно, связан такой выбор Фира. То, что там одно БКБ у Дума. И типа, что, нафига мне тут Агоним, если я и так буду держать на месте. Там еще и Тайд есть. То есть под Дезвард будет, чем пострелять. Ну, в смысле, подержать. Это факт. И вот, и вот у ППД появляется отличнейший артефакт. Самый нужный артефакт для вещдоктора, понятное дело. Теперь ППД будет, конечно, в драке вносить просто огромнейший дэмэдж. У Тайда есть один обливиум стат, есть будет Стоун. В принципе, есть уже перса. Осталось на рецепт, на собирайте Юниверс. Куроки. Куроки у нас вышел на первое место у своей команды. Скоро понемножечку начнет приближаться он к Фиру. Кстати, купил он что-то. Кристаллис. Ой-ой, пошла драка. Драка. Тайд. Тайд. Сбили ему и Тайд. Все-таки ультует сейчас, но поздновато. Он уже замахнулся. Биг Дэди по-прежнему жив. Биг Дэди неужели уйдет отсюда? Там Зай копнул всех. Все живы. Зай пытается уйти. Получает кирпич. Минус Зай. Уйдет. Фира тоже здесь поймали, но Фир успевает спрятаться надолго. Ли Хекс откидывает Арбаги. И Минус Фир умирает. Это минус 3. Как они это сделали? Как они это сделали, я не понимаю. Две змейки. Тут еще курица где-то погибла чья-то. Чья курица погибла. Тайр Курьерс. Там что, Куроки Кристаллис тачей летел? Это Куроки Кристаллис летел, его убили. Вот здесь прям он висел. Слушай, ну и сейчас. Вот это да. Сейчас Сикреты делают одно из тех чудес, которое должно произойти. Как? Потому что в теории должны были сами нападать. И не было ничего. Не было ни Дезварда. И опять этот Шейкер. Да, Шейкер шикарный прыжок. Если бы сразу там вкастован был Реведж, было бы все очень плохо. А в итоге Шейкер даже выжил. Хотя Шейкер, который переживает драку, это какой-то не такой Шейкер. Не, ну он уже 6 раз не переживал. Так что сейчас, в принципе, скорее исключение. Вот такую драку, когда вкастовываются разные кучи там фигни. Собака никого не грызла. А на собаку Дум повесили. Собака ушла. Собака держалась там до 300 кп. Поэтому, если собаку заглушить до Шейкер шифта, то на Реведж в принципе плевать. Но на 2 Реведжа, наверное, нет. Ну, сейчас хорошо. 2-2 Реведжа и Дезвард, это будет халепа. И что получилось? Получилось то, что сейчас Секреты действительно вернули все на круги свои. Мы и так привыкли, что преимущество никакой роли не играет. Но сейчас и его не осталось как такового. Ну и вот, что у нас появляется. Неужели? То, о чем мы и говорили. 34-я минута, и Артизи покупает нужный ему артефакт. В принципе, кстати, айтем билд до боли напоминает айтем билд из предыдущей игры. Ну и в принципе, то, как собираются 95, наверное, процентов ликантропов, обисола только не хватает. Думаю, очень нужен рефреш. Прям очень-очень нужен. Денежка у него имеется. То есть нужно... Дело за малым. Не умирать еще совсем чуть-чуть, собрать себе рефрешер и тогда... Кого вырубать? Ну, собаку до ульты, это понятно. Ну, собака тает, пофиг. Вот просто, чтобы можно было двух вырубить. Потому что тогда уже драка идет по-другому. Отбирковый с 4 и Шейкер прыгает в Юниверса. Юниверс, Монолик, Юниверс заставляет кастовать. Заставляет кастовать, но не хочет он. И это минус Тайтхантер. Его еще минуты не будет. А если заставить Тайтхантера выкупиться и отложить его рефрешер, это, конечно, будет очень... За минуту вряд ли, наверное, получится заставить выкупиться, потому что тут уже ребята подходят по миду и тут сейчас Ликан просто, там, не знаю, двух волков зовет и вышку спушит. Пока там будут тоже Т2 пытаться собрать. Ну вот, на куроке. И Ликан так в ульте, смотрите, заставляет одного кого-то имитировать ТП. Это был Пупей, который тут же отменяет и остается на линии, как только Ликан развернулся. Т2 Тавра пытается собрать. Нет Тайда, нет еще его 25 секунд. И очень-очень хорошо делают секреты всего последних 5 минут игры. Пак не прыгнет, он не самоубийца. Две вышки забрали. Ну и Биг Дэдди. Биг Дэдди, конечно, отыгрывает сейчас великолепно. Ну опять этот Шейкер. Не банят против Биг Дэдди Шейкер. Хотя забанить Шейкер возьмете Элдер Титана какого-нибудь. Ну не знаю. И СПА возьмет. Элдер Титана возьмет. Не, я имею ввиду, почему у Дума появляется вот это вот. А, вот это? В синей ты имеешь ввиду? Да. Давай подумаем. Давай. Наверное, потому что у Ликантропа с этой штукой не меняется ничего. А, да. Он не может кастовать. Погоди, так он это ведь не может и так делать. Подожди, я имею ввиду, он не может там грубо аварияс. Ну типа да, он ничего не может. У него не работает ни пассивка. Нет, так у него в принципе разницы нет. Единственный плюс это то, что с него не слетает этот Дум очень долго. Это потому что он милишник, ему там сложно. Да, это типа норм. Так, дальше. Что еще отключает? Все. Ну вообще-то да. Как бы, я не знаю. Ну, Тайтхантера, да, хорошо. Тоже в принципе неприятная вещь. Опять же тоже милишник. Ну и плюс, ну тогда думаю надо жить в драках. И бегать просто, бегать. Потому что просто брать, бросать его в собаку и идти за собакой. Так, слушай, там на топе поймали Фира. Фир опять погибает. Вы слышите эмоции Нотейла со сцены. Слушай, пошли вот эти одиночные фраги. ЕГЭ, как же четко они действовали. И последних два с половиной часа. Они безошибочно играли. Они очень четко играли. Выверенно. И они начали расслабляться. Куроки. Да, Куроки наконец-то собирал столь желанный айтем. И наконец появляется урон. У того героя, у которого он появляется в самую последнюю очередь. Нету Пака. 42 секунды. Очень хотят заставить Пака сделать байбэк. Либо просто-напросто напрячь. Тайкантер прыгает. Куроки. Второй раз будет сейчас реветч. И тут же Дум прыгает. Поджигает собаку. Но поздно. Поздно. В БКП собака изгрызает мобильтально от дома. И Кура остается здесь один. Кура сейчас, конечно, действует вроде по ситуации. Пытается развалить как можно больше кабин. Но что он тут еще развалит? Бува Эгис. Там Жук с Ассасин. Куда ты побежал, Жук? Чем ты занимаешь? Какие нафиг шейкеры? Может, что сделал сейчас Биг Дэдди? Как же классно он все сделал. Тут до сих пор думе бегал. Раз убьют. Хорошо. Раз Куру должны здесь убить. Хотя он продолжает тут настреливать. Что происходит? Кто мне может объяснить? Где вот это членистоногое создание? А вот он прибежал. Ну и Куроки. Биг Дэди. Стан. Блайнд. Куроки. Все стоят за фиссурой. Куроки по-прежнему живет. Нет маны. Форстаф. Да ладно. А там еще и Маледикт на нем висит. Не, ну не умрет. Не умрет там урон. Зай, конечно, пытается догнать. Зай и еще один моноберн на 18. И шейкер остается. Шейкер здесь остается. И это минус. Ну там каски по-любому минус. Ноутейл. В общем. Во-первых, Зай это вот. Ему просто шейкер бегал. Красная тряпка рядом с ним махал. Типа только не смотри на Медузу. Не смотри на Медузу. Вот сюда, сюда. Потому что Медузе бы Зай уже давным-давно объяснил, что она конкретно не права. И проблемы были бы серьезные. Очень серьезные. Ну что же. В итоге все очень хорошо делает Юниверс. Первый дабл реведж у нас заходит отлично. Сбивает. Аэгис убивает троих. Спасли Куроки. Но Куроки уже показал, что он может дамажить. И много дамажить СФО на Фира. Клэп. Фир. Проблема поднимает себя. Успеет ли, успеет ли, успеет ли. Не успевает Фир очередной раз. А нет. И 4 хп. 4 хп. Да. 4 хп. Но тут сейчас. 3, 2, 1. СФО прыгает. Поливает. Но ничего толку не даст, конечно. Ух ты, Шпир. Фир на самом деле. Ух ты, Шпир. Чувак, у него не было байбека. Ты понимаешь? Это 4 хп без байбека. Да. И это он бы сидел бы. Он недавно делал. То есть добавилось бы время. Он бы сидел, наверное, 100 секунд в таверне. И сидел бы он 100 секунд с живыми пятью героями у команды противника. Со всеми ультами. Со всем. Со сплитами. Ой-ой-ой. Как же Фир там сейчас сжал, наверное, стул под собой. Мама дорогая. Можно было просто лом перекусывать, я думаю, в этот момент. Кура 2 тысячи нафармил. С момента появления у него доедался. Байбеков никто из секретов не делал. 40-ая минута. Игра входит в супер вот этот клатч. Вот в самый-в самый решайк. Когда каждая ошибка, какой-то, не знаю, какой-то один неправильный клик правой клавиши мышки будет стоить команде 50 тысяч долларов. Обожаю такие моменты. Подытожил. Ну, мне просто пофиг, да? А им, ой, как важно. Я хочу, чтобы эта игра длилась еще минут 20, и чтобы все решилось просто в феноменальном пайде. Не, ну мы помним, что Медуза на 87-е минуту. 87-е минута Медуза всех убьет. До того момента ее еще можно выиграть. Говорю честно. По личному опыту. На полном серьезе Медуза сейчас из себя представляет по большому счету здоровенное почти ничего. Единственная проблема в том, что ее очень хорошо охраняет. И No Tail выдает отличные фиссуры, не давая к ней плотно подойти. И там Doom с этими Брюмастерами держит на расстоянии по максимуму игроков команды Evil Geniuses. Так что очень-очень тяжело нападает. Сайл, Сайл, Сайл и Сайл и второй. И да, и как хорошо попадает сейчас No Tail под раздачу. Это минус No Tail. И минус Брюмастер сходу там нападают на Куро. Скоро пассировался, пошел Дезвард. Дезвард бьет по двум. Сбили. Куро. И вот тут собака просто в Думе. Баш. Куро живет. Куро и уже не живет. Минус четыре. Минус четыре. Причем Doom уходит на ботлях. Да это минус команда. Это фулл пайвмен вайпы. Тим Сикрет оказывается в таверне. И вы видите табличку байбайков. Сейчас будет тяжело. Да, сейчас будет очень тяжело. Очень-очень тяжело. Ну и вот он Никс. Я смотрел, что он вытворял. Вот это просто моноберн. Четыре сотки одному. Четыре сотки там какому-нибудь котлу. И все, и до свидания. Как же повезло Юниверсу, что он достал кончиками. Кончиками просто ульта он достал Шейкера. Да, Шейкер он попал под раздачу. Причем в Смоуке же были Сикреты. Не знали об этом ЕГЭ. И два байбэка тут же делают ребята. Но этого мало. Конечно мало. Минус сторона точно. И понимают, это ЕГЭ. ЕГЭ знает, что с этими героями не отбиться никак. И надо топ сразу нести. Вот он моноберн. Ты смотри, просто полманы. Сейчас еще один будет. И еще один моноберн. Шейкер прыгает. Тут же Хекс. Какая реакция. Поймали Куру. Куру, Куру едят. Куру сейчас победит. Это минус Куроки. Это минус Куроки. И он без байбэка. 92 секунды без Куроки. Это нереально. Да, только что. Только что делал байбэк Куру. Буквально 30 секунд назад. Дум здесь. Прыгает Дум. Прыгает С4. Пытается бить. Стоит просто Юниверс. Бландин Лайк залетел. Тайт. Тайт пытается отогнать. Артизия отступает. А того убили. Артизия отступает. Слишком битая команда. Нет маны. Хотя эфир был флой. На самом деле. Но у эфира кастов уже не оставалось. Ну и ППД приняли. ППД тоже убили. Симба даблкил. 65 секунд без Медузы. Которая потратила байбэк. Совсем легко отделались. Совсем легко отделались секреты. Да, да, да. Это могло быть ГГ. Но все-таки они отбились. Фуф. Да фуф это не то слово. Да. Просто шикарные. Сначала в ту сторону шикарная драка. Потом в другую. Отбиваются секреты. Ну и вот он. Какими усилиями отбиваются. И вот он Дум. Понимаешь? Дум, который мог. Что там? Ты на графике посмотри. А, ну нормасик. Да точно так же это все может вернуться обратно. Конечно. На самом деле. За один замес. Конечно. Вот Дум. Ой, ты сотри. Да, да, да. Хорошая штука. Друг брат Борщ. Улика на 6 косарей. Вот опять же. Думченко. Он мог собрать себе тот же. Рефрешер. Попробовать рефрешер вместо Аганима. И просто вырубать двух типов. Да, да, да. Да, возможно не полностью. Но это минус 2 было бы. Ну, с другой стороны, рефрешер ему бы особо маны не добавил. Но он бы смог бы дать два Дума. В конце концов, а не один в собаку, которая уже в БКБ и в форме. Зачем мне вот Дум давать? Ну, типа да, да, да. Так, Тайда у нас там пока нет. Вот Тайд только-только появляется. Сразу же управляется к своим ребятам. Там Фиссуры минус Раошанчик. Достается у нас Айгис Думу. Они не смогли бы допротектить, пока придет Куру. Поэтому забрал Дум. Конечно, конечно. Но и с другой стороны, ЕГ тоже там особо нападать не могли. Ну и, ну, понятно, никто бы там не ждал никого. Куру взял сыр. Нет мида у Team Secret. 45-ая минута пятого матча гранд-финала StarLadder. Куру очень тонкий. Куроки сейчас, я не знаю, ну вот что ему с Кади. В принципе, нормальная была бы тема. Но прикол в том, что чем больше сейчас Куру будет собирать статов, тем больнее будут его, в принципе, и манаберны шваркать. Ну, дэмэдж нужен. Просто ему надо собирать второй Дейдаус. Или Монту. Ну, Монта, возможно, да. Вот Монта мне больше нравится. Ну, Монту, тем более, ее дособрать это легко, да. У него есть уже Яша, и как бы это не проблема. А дальше надо собирать дэмэдж. Просто тупо лютый дэмэдж. Он стоял и стрелял. А его защищали. Посмотри, что у Жука. Где там Жук? Жук-паук. Жук жесткий. У-у-у-у. Так Жук вообще жесткий. Да, Жук, видимо, решил совсем близко общаться с Пупеем. Жук решил игру выиграть. Наконец-то Жуки выигрывают катки. А я говорил, что это хороший герой. Первый раз его пикают. 18 у него левел. Какой-то заоблачный натворст, кстати, у Артизи. А дальше идут герои команды Сикрет. Три подряд. Ну, только вот Артизи урвался куда-то на незведанные дали. Ну, у него, конечно, количество ХП тоже 3800 там. Попробуйте меня убейте. Да не надо его убивать. Дать ему дум до формы и все. Пусть бегает там эта собака. Ну, не собака, точнее. Не собака. Не собака. Можно, в принципе, и так сказать. Правда, это будет несколько ругательно уже. Да, да, да. Ну и вот так вот. Ох. Да, почти получилось. Ну, осторожно, осторожно играют команды. Да, сейчас уже все друг друга прекрасно видят. Все понимают, где кто находится. И очень-очень осторожно действует ЕГЭ. Не хотят они вот такую почти стопроцентную катку отдавать. Ну, Артур, я не знаю, у него 4000 ХП почти. 4000 почти. 30 брони. Чем их сносить? 300 урона. Это у него... Чем? Не надо его бить. Дум ему дать и убить остальных. Да, понимаешь, он даже подумал. Он просто подойдет и будет тебе по 300 бить. Он просто идет и бьет тебя по 300. Нет, ну типа, а кто говорил, что будет легко? Да, кто говорил, что банк? А на кой вообще тебе нужен? Ну, надо было забанить Розора и ТХД. ТХД же ТХД. Кстати, ТХД. Вот ты прикинь, ТХД. Вот я даже не знаю, что сказать в защиту ТХД. А нечего говорить в защиту ТХД. Когда на нем играет Юниверс, он наносит самый большой дэмэдж в игре 8 матчей подряд. Кто-то писал статистику. Ну, это я знаю, да. Но, блин, это же Ликан. Я уже думал, что кто-то тает нырнул, если честно. Вот эти вот образующиеся коровы посреди пачки героев. Обычно это не к добру. Обычно, да. Обычно это что-то не то. Две минуты осталось действовать Айгису у Дума. Понятное дело, что Сикреты его пока не реализовали, да очень хотят. Да, ну и мы видим, вот этот мид постоянно пушится. Там еще и волки периодически помогают. И вот, у нас все друг друга увидели. Куча БКБ. Артур успел нажать форму. И Рэвидж достает опять кончиком Донна Тейла. Рэвидж не очень хороший. Не очень хороший был Рэвидж. И ты смотри, как проседает сейчас Зай. Зай убежал. Там подожгли у нас Артизи. Артизи пытается драться. Там сбили только Айгис сейчас. Драка продолжается. Сейчас будет второй Рэвидж. Будет ли второй Рэвидж? Пупей, 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 пупей. Пупей умрет. Ничего страшного. Здесь Биг Дэди бьет Фира. Биг Дэди бьет Фира. Сайленс, Биг Дэди. Он все еще не ультовал. Биг Дэди спрятался за дерево. Фира отсюда ушел. Куроки настреливает. Да что это за драка? Все живы вообще у нас. Все понимают, что не нужно драться, пока все включено у этой Медузы. И теперь Артур. Ой-ой-ой-ой-ой. Бейкер ультанул в одного сайя. Тут же Каопати и уходу дрэвидж. Пошел. Артур живет. Какой подкоп. Импэл и Симбу разбирают в читанные секунды. Какой урон выдает. Сейчас Фир, ты посмотри, это минус Биг Дэди. Также по-прежнему живет Артур. Пришла Дуза. Пришла Дуза. Юниверсу не сбить сейчас. Спили. Один. Шейпшифт. И теперь давайте, наверное, будем разговаривать. Мало хп, мало хп. На Биндузу нельзя. На Пупей можно. У него есть гост. Он спрячется. Сикрет С4 стопит. Слишком много опций было для передвижения у Артура. Ага, ага. И вынужден БКБ сжать, чтобы убежать. Потому что... Потому что... Потому что Гладиолус. Потому что Монолик. Монолик, Монолик. Там был Монолик. Ты видел, как Пупей сбил ТП Тайдхантера, который делал ТП? Казалось, все. Он бросил Монолик и форстафнул Тайда. Да, это было очень качественно. Но Анатопи тем временем горит Тауэр. Конечно, он не слишком сильно там страдает. Но, тем не менее, тележка его стабильно разваливает. Уже меньше половины Хапони у него осталось. Там треть фактически. Драка, конечно... Драка инвалидов это была. Я бы так не сказал. Или наоборот. Это была настолько выверенная драка. Наоборот. Вот именно. То, что тут команда одна понимала, что там сейчас Медуза ультит. Лучше к ней не подбегать. И Дум у нас на Ликантропе лучше вообще свалить куда подальше. И другие понимали, что Тайд дал реведж никуда. Давайте-ка быстренько начистим им лица. И у них Волк не о чемный. И все за ним в результате гонялись. Да, в итоге у Тайда нету реведжа еще где-то минуту. Куроки что-то купил. Что-то купил Куроки. Куроки покупает себе бабочку. М-м-м-м-да. Это good idea. Это очень good idea. И бабочка у нас уже выигрывала некоторые катки. А от рефрешер на Думе будет лучшей идеей. Скажу честно. М-м-м-м. В принципе согласен. Вообще я голосую за то, чтобы вот эти деньги, которые есть сейчас у Артура, он собрал в нужном направлении. Я как раз по поводу бабочки уточнил. То есть мы понимаем, что должно там появиться. А что продать? Владмирс? Да, наверное. Некра нужны, мы понимаем. Да, Некра жгут ману. Некра полезный. БКБ тоже в принципе не бесполезная вещь. Так что Владмир тут, мне кажется, будет уже лишним. Но без БКБ вообще никуда. Да, без БКБ ты будешь постоянно летать. А ну и так 5 секунд тебя потом контролят очень люто. Ну, я думаю, вы поняли, что я хотел сказать. Просто Ликану надо как-то так начинать под шумок Тайдхантера, чтобы Тайдзалетал первый и Ликан уже трансформировался. Ну типа то есть трансформировался в Доблинка. Пока эти полторы секунды он там превращается в пса, ему уже там залетает 4 дума и несколько дизейблов. Ну что же, продолжается. Продолжается у нас эта лютейшая пятая игра Гранд Финала. И очень похоже это уже на Финал Интернешнл 13-го, где такое же напряжение было до последней секунды, было непонятно, что уже произойдет. Во, смотри, Артизи такой говорит. Блин, а Касп видела, говорит? Вуф-вуф. А что дальше? Ну ты сделал вуф-вуф. Ну минус вышка, вот тебе и вуф-вуф. Не, ну пока не минус вышка. Ну это временно. Это все временно, да. Тут эти 130 хитов, мид пушится. О, о. Что? Где? Смотри. ДТшечка. Пошел. И крипуй сюда. Форма закончилась. Что делать? Медузе осталось всего-навсего 37 минут. А я недавно говорил 65. Вообще да. Ага. Вообще получается, что половина срока уже прошла. Ну и у нас начинается вот этот сплит-пушащий Никс, который постоянно топ напрягает. А на топе, мы помним, там у вышки 130 хитов. Ну и это, конечно, все очень забавно. Чем же закончится эта игра? Тайт. Все готово. Тут дезворды готовы. Госкепитер имеется у ППД. Это тоже хорошо. Зай. Понятно. Понятно все остальное. Также и у Сикретов. Ну у всех все понятно. Фиру нужен, ага, ним. У него есть деньги сейчас на него. Пойди и купи. Байбэк. Все упирается в байбэк. Пути поровно по этой же причине Артизи еще не купил себе манки Кингбар. Потому что как только он его купит, у него не хватит ресурсов на выкуп в случае, если вдруг что-то пойдет не так. Хотя МКБ относится к геймчейнджерам, если у противника имеются естественные ворота. А у воротов там хватает. Там в принципе и Певчанский, там в принципе и С4. Мы можем... То же самое, что вчера. Аналогичное. Да, только вместо антимага у нас играет Медуза. Если до этого мы особо дефицита урона не замечали, да, там что так, что так съедали. Там просто и тайды с реведжем, и никсы, и паки нарезают. Все очень сильно нарезает. То вот сейчас, когда все сводится к решающей последней тычечке, к последней плюшечке, любая промашка, она может стоить вот этих вот 50 тысяч долларов. Ну, Куру продолжает фармить, у него уже должны... Я включаю уже табличку байбека, потому что это единственное, что имеет смысл на данный момент в игре. И понимаешь, в чем прикол? Сейчас для секретов вот такая патова ситуация. Они не могут зайти на Рошана по одной простой причине. Даже если бы он там был. Да, им просто заберут вторую сторону. А ЕГЭ понимает, что им в принципе и Рошан нафиг не упал. Они могут туда одного волка отправить, он его заберет, и к нему никто не придет. Потому что они все равно снесут сторону. Да, но только что пытались Некрами быстренько убить Тавр, не дали это сделать. Мы понимаем, что если Тавр упадет, то Никс сможет беспрепятственно сюда забежать. Они хотят секреты, чтобы так было. Тавр все-таки дает руссайд. Вышка тут сейчас упадет. Да, вот иллюминает есть, но там тележка. Тележка гейминг. Получай. 42... Нет, нет, нет. Тележка. 42 хита. Нормально, нормально. Пока стоим. Хилимся, живем. Артур вот у нас отпушивает нижнюю сейчас сторону. И вот сейчас, возможно, если ЕГЭ допустят эту промашку, если они вдруг каким-то образом отдадут рожанщика, не по таймингу будут действовать, то это, возможно, дорогого им будет стоить. Тут придется отдать должное команде Сикрет за то, что они будут... Справится ли один Пупей здесь? Да, да, да. Вот они с одной стороны шар, с другой стороны шар. Фир. Ай. 8. Почти, почти, почти. Почти получилось. Это фантастика, да. У нас тут просто каждое хп, каждая миллисекунда имеет способ. Куру, а что выбросить-то сырком? Конгротуляции команде Сикрет. Они забирают Рошана с сыром. На халяву. Просто на халяву. Второй сыр у них. Вот один котел. И все. Ну вот, котел. Просто вы сносите базу. Достаньте вы всей толпой. Ну не пойдут они на Рошана. Поставьте 50 тысяч вардов. Как только вы увидите, что там остался отбиваться один котел, можете заходить. Ну, не знаю. Прыгает СВО. Сайленция. Проблема уцвор. Шейкер отстанет, но не очень хорошо. Есть блондинь. Лайт и высун. Неужели СВО рутанет там? Нет, не ультанул. Байбэк есть. Шейкер есть. Симба. Симба. Симбы нет. А Симба Аэгис. А Симба Аэгис. А вот он ультимейк. Это все время. Пошла пачка байбэков. Нормально, нормально. Смотри, Зая убили. Ну, Куру разультился. Хорошо. Так все ЕГ просто поубегают. А ППД. А ППД тоже убили. Ага. Не, ну с таким же успехом, как поубивали здесь ППД и Зая, они точно так же могут сделать байбэк. Тут прикол в том, будут ли они его делать. Два байбэка сделали сейчас секреты. Кулдаун у всех, кроме Медузы. Именно. Именно кулдауны большие. Большие кулдауны сейчас. Так просто, если понимаешь, если сейчас ЕГ выкупятся и завалят секретов, то это вообще ГГ. Поэтому секреты вряд ли сейчас пойдут вот так далеко. Там Волк еще пушит. Ну да, да, да. Есть мнение, что секретов здесь просто-напросто растянут, если они не заулынят в ближайшее время. Ну хотя, 22 минуты. Да, ну вот немного другое решение принял Фир. Мне кажется, что вот тот вариант был получше, который он в прошлой игре нам демонстрировал. Ну, с другой стороны, много сайленса. Это тоже классно. Интересно. Да, сейчас единственный нормальный шанс с секретом это типа разводить на байбэке, но какой развод? Тут уже по 20 секунд осталось. Ну и разведешь ты двух саппортов на байбэк. Да, то есть какой вы там толк? Непонятно. Короче, я знаю, что надо сделать. Надо купить сюда один артефакт. Рапирушки? Да, и пойти выиграть доту. Нет. Хвост потом бы подошел и сказал, красава, моя школа. Когда проиграл бы катку Куру? Да. То есть он вряд ли ее выиграл. Сикреты добрались до хайграунда. Пошла атака в Тавра, Артур. Юниверс, Юниверс, нечего делать Юниверсу, нечего, потому что нет ревежей. Ой-ой-ой-ой-ой, там КБ. 4, ультует. Затолкали Юниверса в толпу. Фир ставит ультимейт. Куроки, Куроки разрезает Зайу в спину. Зая убили. У Зая тут же байбэк. Т3-то сейчас западет. Ой-ой-ой, Фира прыгнули. Фир, проблемы огромные у Фира. Он же купил рефрешер. У него же нет денег на байбэк. Нормально, он успевает. Все нормально, Тайдхендер по-прежнему пока хиляется под фонтаном. Здесь сторона только падает. Куроки уходит, Линку сбили. Тут Жук прыгает. Не надо Зайу быковать, Карапаси. Хороший Карапаси, Фир тут тоже продолжает. Куроки, надо сеймить его, сейчас будет Рэвэйджи. Рэвэйджи нет, не будет еще по 7 секунд. Там Сыр пошел, там Хекс, Куру начинает фокусить. У Куру серьезные проблемы, его просто избивают. У него есть байбэк, ничего страшного. Развернулся. Да ладно, закончился Монавр. Рэвэйджи пошел, и это минус. Куроки, скорее всего, но у остальных получится не забрать. Каски по двоим героям и Биг Дэди с Симбой стоят на одном месте. Там есть байбэк, но нету байбэка у панды. И зажали Симбу. И Жукс убивает Пупея. И у него тоже нет байбэка. А нет, есть, есть. Жукс убивает Пупея, еще задул. Боже, 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 боже. Ку-ро у-ми-ра-ет. Наведи внимательно на его деньги. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Это право... Подожди, а он что, сюда вернулся? Да, он сюда вернулся. Его сюда вернул Коттл, наверное. А зачем его Коттл вернул сюда? Ну, добивать людей, у которых у всех есть байбэки. О, мой бог. Неужели это ГГ? Действительно, Куру вернулся и прилетел. Он схавал сыр за драку. Они все вкастовали все. И как же спас то, что закончился кулдаун на Рэвэйдж у... Да, Рэвэйдж и вот эти каски там по двум героям, это, конечно, очень больно. Ну и заходят на High Ground Evil Geniuses. Очень много времени у них есть в запасе. Хватит ли им этого? Не поведутся ли они вот на эту оборону, назовем это так? Артура застанело. Ну что же, падает топ. У них 75 секунд. Что происходит со зданиями? Ой-ой-ой, ну вот пошел Артура. Они идут дальше. Пошли, не кратчили. Это последний глиф. Больше его не будет. Сейчас он закончится. 60 секунд. Просто автоатака в трон должна быть. У Юниверса еще остался один Рэвэйдж. Он должен прыгнуть, его дать, когда будет мешать. Он может просто ничего не делать. Прыгает дум. Поджигает Артура. Артуру больно. Пак в спину зашел. Артуру больно. Он просто оттачит Т4. Биг Дэйд ультанул. Вот он Рэвэйдж. Вот он Рэвэйдж. Артур. Артур живет. Живет. Хилится. Умер. Есть байбэк от Ликантропа. Универс умер. Ликантроп летит сюда. Крипа надо убить. И Тайдхантер тоже летит. Все сюда летят. Трон начинает гореть. Один пупей. Трон падает. Илл Джинниус из Чемпионы Старладера. Сто тысяч долларов. Боже, какой матч. Почему это не финал НТА? Слушай. Я не знаю, почему это не финал НТА. Ух, ребята. Вот эта игра. Всем напоминаю, никуда не расходимся. Награждение команды. Награждение фанатов, конечно, призами. Состоится буквально через пять минут. Ну, а пока вот они, финалисты, которые подарили чудесный финал нам просто. Да, игра была просто феноменальная. Ну, и довольные Илл Джинниусы. Очень уставшие, ребята. Конечно, да все уставшие. Уже поздний час. Все сейчас уже предвкушают отдых, релаксацию. Автобус в три часа ночи в аэропорт. Автобус и десятичасовой пересень.